В заповеднике Нинецкий стартовал проект «Баренцбёрдинг» – наблюдение за птицами в Баренцевом регионе, финансирует проект норвежский Баренцсекретариат. Партнеры – государственный природный заповедник Нинецкий и норвежское архитектурно-орнитологическое бюро «Биотоп». Турмут Амунсен и Элин Тарангер – ученые-орнитологи и архитекторы бюро «Биотоп», уже много лет занимаются проектированием и строительством наблюдательных пунктов за птицами. Задача, на первый взгляд, простая – на практике требует обширных знаний, где кроме орнитологии геология и география не на последнем месте. А еще владение современными техническими средствами. По проектам норвежских ученых уже построены наблюдательные пункты в Исландии, Великобритании и разных регионах Норвегии. В России Турмут Амунсен и Элин Тарангер впервые по приглашению заповедника Ненецки. «Здесь прекрасная станция, которая также служит центром кольцевания птиц. Мы использовали ее в качестве базового лагеря для путешествий на три острова. И очень большое разнообразие птиц, видов, очень интересные места. И, конечно, это будет вызовет большой интерес у наблюдателей, у всех любителей птиц в будущем, у туристов, исследователей. Мы разрабатываем несколько видов укрытий для наблюдения за птицами. Это фотоукрытия, либо просто наблюдательные вышки. И, конечно, для каждого места будет подобрано свой тип». Это очень важно, чтобы у наблюдателей, а это ученые, специалисты заповедника в первую очередь, и туристов-любителей были комфортные условия. Наблюдение за птицами – процесс длительный. Ими не важно, чтобы появление сооружения в местах массового обитания птиц не мешало их естественным привычкам. По мнению норвежских ученых, мир птиц островов заповедника Ненецки уникален. «Нас, конечно, поразило разнообразие видов птиц и количество птиц на территории заповедника. Для нас новые виды были такие, как желтоголовая тресогуска или мародунка. Мы их видели впервые здесь. Они не обитают на территории Варангер, откуда мы приехали. И некоторые виды птиц, они прямо гнезняются рядом со станцией, с базовым строением. То есть это для нас очень удивительно, что они прямо здесь свели гнезда и живут здесь». Сегодня только в Великобритании за птицами визуально и с помощью оптических приборов наблюдают более 7 миллионов любителей, состоящих в различных обществах и клубах. Любительская орнитология как вид познавательного туризма развивается во всем мире. Сведения, которые собирают любители, помогают в исследовательских работах ученым разных стран. На территории нашего округа обитают 138 видов пернатых, из них 121 вид – перелетные. «Второй этап планируется в середине марта следующего года, когда представители заповедника смогут приехать в Варангер и посмотреть те образцы проектов, которые были уже реализованы на территории Варангера, посмотреть, опробовать эти пункты и выбрать оптимальные варианты для заповедника». И учеными, и любителям есть что изучать. Их исследования будут способствовать развитию науки, туризма и укреплению дружеских связей наблюдателей разных стран. Первый этап проекта «Ознакомительный» прошел успешно. Ответный визит представителей заповедника в Норвегию состоится в марте следующего года. Специалисты заповедника Ненецкие примут участие в ежегодном фестивале птиц, который проходит в Варангере. Это крупное мероприятие, куда приглашаются художники, фотографы и наблюдатели, интересующиеся птицами. Также проходят выставки и семинары для специалистов и познавательные мероприятия для детей. Во всех поездках норвежских ученых сопровождает их дочь Лила, юный орнитолог. Ее мнение о природе севера в переводе не нуждается. В Тазовском районе уже начали отмечать один из главных северных праздников – День рыбака. Стартовал он традиционно на пятых-шестых песках. Рыбаки участвовали в спортивных состязаниях и конкурсе «Самый лучший рыбак». Женщины и девушки демонстрировали свои роскошные наряды, украшенные ярким бисером. Рыбаки Тасуева – одни из первых открывают Путину и первыми на Ямале отвечает День рыбака. По древней традиции в эти дни принято дарить подарки. Рыбаки могут забыть о рабочих буднях, они встречаются с родственниками, друзьями, участвуют в спортивных состязаниях и конкурсах. Пока одни состязаются в конкурсах, другие успевают попасть на прием к специалистам районной администрации, тут же получая необходимую консультацию. Поздравились с открытием летней Путины и отчитались перед избирателями и депутаты. В эти дни подводятся итоги и прошлой Путины. Самым удачливым вручают ценные призы. Еще одним подарком для атазовских рыбаков стало выступление молодой, но уже популярной среди ямальцев певицы Надежды Саратетта. РГУ планирует создать туристический маршрут по следам Витуса Беринга. Предполагается, что маршрут по следам Великой Северной экспедиции русского Колумба будет пролегать от датского города Хорсенс, где родился Беринг, через Урал и до Аляски. Пермские географы отправятся в города Центральной России для заключения соглашения о создании самого протяженного туристического маршрута Великой Северной экспедиции, который руководил Витус Беринг. Окончательные переговоры о включении городов в маршрут пройдут в ближайшее время в Омске, Тюмени и Тобольске, куда руководители проекта выезжают в начале июля. На сегодняшний день уже есть договоренность с министром культуры датского Хорнсеса, сообщил член Русского географического общества, руководитель проекта Ось Прикамья Ильдар Маматов. Для апробации самого протяженного в мире туристического маршрута по следам Беринга пермские географы устраивают автопробеги, первый из которых состоялся в конце мая. По его итогам было принято решение, что три города Пермского края – Осакунгур и Соликамск – станут опорными точками будущего маршрута. Также участники проекта Ось Прикамья уже создали аудиогид «Великая северная экспедиция», в котором собрана информация о помощи уральцев команде русского Колумба и влиянии ученых и русских офицеров на развитие региона, передает ТАСС. Специально для этого маршрута 8 июля в Осе появится бюст Витуса Беринга, который изготовят мастера из Свердловской области. Ученые Томского государственного университета вместе с ООО «Техномаг» создали роботодусию, которая может в частности доставлять грузы в Арктику. Робототехнический комплекс может легко передвигаться по любой поверхности, в том числе и вертикальный, преодолевает преграды свыше 100 метров, что обуславливает его широкие функциональные возможности. Потенциальные сферы применения робота – опорно-промышленный комплекс, МЧС, ЖКХ, нефтегазовая отрасль, исследования в сложных экспедиционных условиях. Рассказал об этом один из главных разработчиков ДУСИ ученый Василий Шипилов. К примеру, ДУСЯ – дистанционно управляемая система, так это переводится, сможет осуществлять обследование центральных газа и нефтепроводов. В настоящее время эту функцию выполняют люди, которым нередко приходится работать в труднопроходимых местах. Робот может с легкостью осуществлять диагностические работы, двигаясь по нефти и газопроводам, снимая при этом все необходимые показания. Способность передвигаться по снегу, водной глади, болотистой и лесистой местности позволяет эффективно использовать разработку ученых в интересах МЧС. Например, для осуществления поиска и спасения пострадавших на открытой местности и внутри зданий. При спасении на воде, для минирования ледяных заторов в период ледохода без рискованного выхода человека на тонкий лед. Робот способен свободно подниматься по вертикальной плоскости до уровня 10 этажа и выше, поэтому можно с успехом использовать его в сфере ЖКХ для диагностики межпанельных швов и крыш. Свой вклад ДУСЯ может внести и в арктические экспедиции, например, доставлять оборудование ученых в труднопроходимые места. Будучи очень легким, робот легко передвигается по снегу, при этом он способен перевозить груз весом до 15 килограммов. Увеличивая мощность двигателя и размеры комплекса, можно повысить его грузоподъемность. Робототехнический комплекс также получил высокую оценку экспертов из атомной промышленности. Рассматривается вопрос использования разработки ТГУ в данной области, сообщили в пресс-службе университета. Огромный объем информации, полученный со спутника, а также от зарубежных коллег, помог британским геофизикам выяснить, что подо льдами Гренландии скрываются следы некогда огромной реки. В древности на территории Гренландии существовала крупная речная система. Ее следы в настоящее время скрыты подо льдами крупнейшего острова планеты. Геофизикам из Великобритании удалось их обнаружить. Льды Гренландии скрывают колоссальных размеров долины. Их глубина доходит до полутора километров, а ширина составляет более 10 тысяч метров. Таким образом, площадь водосборного бассейна равняется четырем с половиной сотням тысяч квадратных километров, а это 20 процентов от всей территории острова, говорится в сообщении. Кроме рек, геофизикам удалось изучить особенности наиболее динамично изменяющегося в мире ледника Якобсхван, формы движения которого, как выяснилось, непосредственно связаны с внешними условиями его формирования, а не с внутренними факторами. Такие выводы исследователи сделали на основе анализа спутниковых данных, полученных миссией IceBridge, NASA, а также данных ученых из Великобритании и Германии. Материалы геофизиков включают в себя также и радарные исследования, проведенные при помощи воздушных аппаратов.